Кинорежиссёр Георгий Юнгвальд Хликевич Ни в одном актёре он не находил неразгаданной тайны, которая была главным смыслом образа Эдмона Дантеса. Хелькевич хотел уже даже отложить съёмки, и вдруг это фотография в журнале. Хелькевич пошёл в театр, увидел Авилова и понял, что снимать фильм без него просто не будет. Руки, глаза, естественно, у него совершенно магнетические глаза. Он тебя похищает, он тебя крадёт, и ты перестаёшь принадлежать себе. Его лицо очень легко прочитывалось, как загадочная маска, но внутри этой маски всегда бьётся личность. Он как печатка, которая, если в мозг влетит, то уже оттяжь оттуда вынуть невозможно. Музыка Если бы он точно знал, что он такой, и да, если бы ещё чуть-чуть ума, нам бы, всем бы. Музыка Мне кажется, что он где-то здесь рядом, поэтому я как-то не понимаю, что его нет. Он как будто так где-то сверху смотрит на нас, радуется, наверное, за нас, что мы продолжаем всё это дело, что театр оживёт. Что ты здесь честь души, даже, наверное, если ты находишься уже на кладбище, всё равно как-то, если верить, что душа летает, она, наверное, залетается на какие-то спектакли. Музыка 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 Это вот та самая Мерсенез. Музыка Несмотря на то, что вроде бы мне обещали роль графа Мерсенеза, никаких конфликтов по этому поводу у нас не было, была только радость от того, что мы встретились. И поэтому сколотилась какая-то определённая компания мужиков, которые понимали друг друга с полуслова и жили своей мужской, весёлой, безобразной и в то же время свободной и чудесной жизнью. Авилов появился на экране человеком-загадкой. И эта тайна, мистическая озарённость, станет главным стержнем его пребывания на экране и в жизни. Вы кто? Человек или дьявол? Я Эдмон Дантес. Мы с Витей познакомились, когда я приехала в Одессу на кинопробы. Первые в своей жизни кинопробы. Я думаю, что не без его участия просто Георгий Емельевич утвердил меня на эту роль. Потому что он мне срежиссировал, он мне подсказал, как играть. Аня, сказал он ей, зачем ты играешь лицом? Если у тебя здесь покачилась слеза и тебя снимают крупным планом, всё, ничего, больше не надо играть. Я училась на этой картине, как работать в кино. Витя мне очень сильно помог. Киношники любили снимать крупным планом его лицо. Человека, словно пришедшего из другого мира. Бывало, что когда он, глубоко задумавшись, с невидящим взглядом шёл по улице, старушки крестились. Московская театральная публика сходила по нему с ума. Я не бать. Как чё вопрос? Достойно ли смиряться под ударной судьбой? Или надо оказать сопротивление? Бессмертные схватки с целым морем век покончить с ними? Умереться, забыться и знать, что этим обрываешься сердечных букв и тысячи решений присущих тела. Артистическая карьера Виктора Авилова начинается в конце 70-х в театре-студии на Юго-Западе. На дворе стоит развитой социализм. Всё официозно и скучно. За свободом мысли выгоняют с работы из творческих союзов. Поэты и художники ведут сторожа и дворники. Но писать стихи и картины можно для будущего. Ставить спектакли и играть на сцене нужно здесь и сейчас. Для театралов отдушиной становится студией. Часто самодеятельной. Не в смысле мастерства, а что играют там не за зарплату, а в свободное от основной работы время. Зато статус студийности позволяет отказываться от огостеневших традиций. Искать и придумывать. Юго-Запад лидер студийного движения тех лет. Тот мир, в котором зародился этот театр, был мир социальных ролей, внутри которых личность крутилась, искажалась, не могла выразиться, почувствовала себя неадекватной. В конце концов играла на продажу, выдавала эту идеологическую верность или наоборот идеологическую бунтарство. Вот это вот всё стало внутренней темой. Люди, которые живут между истиной, которая невыразима, и маской, которую они постоянно готовы на себя надеть. Спектакли студии были словно бы продолжением жизни. Зрители выходили из театра, и навстречу им шли персонажи спектакля. Хотя, казалось бы, Гоголь, Пушкин, Мольер, Чехов. Такой репертуар был охранной грамотой от комиссии Министерства культуры и райкома партии. Когда выпустили в честь юбилея альбом, я начал листать этот альбом. И там все лица крупно. Там нет ни одного театрального красавчика. В этих ролях ни одного смазливого лица нет. И не может быть. И у женщин тоже. Они все погружены вот в эту игру, то ли манекенов, то ли ролей, то ли каких-то упавших на них обязанностей, из которых они не могут вырваться, и все время пытаются вырваться. Вот это вот внутренняя борьба, искажающая все. Самое начало было почти анекдотичным. Три года подряд, зав библиотекой поселка Востряково, Валера Белякович, занимающийся в знаменитой в 70-е годы студии режиссера Геннадия Югенича, выходил по утрам на кухню и попивая чай бубнил. Серый, хочу свой театр. Слышишь, Серый, знаешь, какой бы я сделал гениальный театр. И однажды Серый, он же Серега, младший брат, привел в дом своих одноклассников, Витьку Авилова и Мюшку Трикова, и объявил, мы согласны, давай делай из нас театр. А местные власти для галочки в пункте «Культурно-массовая работа» сказали Беляковичу, бери своих алкашей и придумывайте что-нибудь. Они не хотели быть артистами сами. Я их заставил. Репетировали по вечерам в библиотеке, где работал Белякович. Сюда приходили новоиспеченные артисты. Со строек, заводов, мастерских, НИИ. Авилов после окончания индустриального техникума работал шофером на МАЗе. Субтитры создавал DimaTorzok